друзья всех привет у меня был небольшой перерыв от обзоров и в этом новом 2023 году предлагаю начать сразу же с таких довольно необычных басхедных гибридных наушников от компании open audio упакованы наушники в такую коробку небольших размеров на лицевой части здесь имеется такая картинка в аниме стиле и название модели наушников вич про но сзади как всегда указаны технические характеристики наушников за звук здесь отвечает один динамический драйвер и один арматурный чувствительность наушников составляет 110 децибел и у них довольно такой средний импеданс 20 он теперь я предлагаю рассмотреть комплектацию подробнее ну и первое что он встречает это документация и инструкция по использованию наушников здесь находится такой довольно хороший комплект цветных силиконовых амбушюр в удобном таком органайзере вот так они выглядят в целом амбушюры мне понравились и неплохие мягкие удобные вопросов к ним в целом то и нету но здесь в этом кожаном чехле серого цвета находятся наушники они очень легкие имеют приятную и гладкую тактильную поверхность на мой взгляд у них довольно такой хороший дизайн несмотря на то что наверное такой выбор темно-фиолетового цвета наушников подойдет больше для женской аудитории ну на мой взгляд на лицевой части левого наушника имеется большой логотип компании open аудио а на левом надпись вич рядом с разъемом qdc имеется одно акустическое отверстие вот так она вот здесь расположилась из-за этого при надевании наушников иногда создается такой эффект вакуума или так называемый драйвер flex как у наушников аудио сенсии q4 с ними будет сегодня сравнение но здесь все же он встречается пореже что касаемо посадки то все довольно хорошо проблем с удобством у меня не возникает хотя аудио сенсии q4 по посадке по-прежнему для меня является более удобными но вот так выглядит кабель да он обычный четырех жильный посеребряная медь довольно тонкий но практически не путается что радует это то что у него правильно сформированы заушины поэтому проблем с удобством не возникает установлены у него разъемы qdc у них так сказать промаркирован правый красный и синим левый канал и имеется тут переходник на 6 и 3 его можно вот так без проблем снять фирменный коннектор у нас идет на 35 не балансный но еще здесь находится такая небольшая серая тряпочка для протирки наушников скорее всего но теперь друзья давайте поговорим о звучании этих наушников openaudio вич про использовал слушала их связки сапом топинг g5 иногда переключался на цап дюну dts 500 и плеер фио как всегда начинаю подробный разбор с их низких частот на которые и в целом здесь был сделан акцент как мы видим исходя из графика саббасовый диапазон вич про довольно так сильно акцентирован на слух он действительно сразу же ощущается таким плотным и массивным с неплохой атакой и скоростью как для динамо но не самой четкой текстурной проработкой у баса имеется такое плавное затухание на нижней середине в отличие от аудио сенсы q4 который уже так посильнее налазят на нижнюю середину и имеют немного больше вес на мид басе вич про наоборот же ощущается более как сдержанные контролируемые наушники не старающиеся загрести все под себя но что касаемо средних частот то они здесь ушли в больше в такую темноту и местами ощущаются зажатыми особенно пострадала вокальная часть хоть она и звучит более насыщенно чем в аудио сенсы q4 в ней чувствуется нехватка воздуха из-за чего иногда вокал звучит немного странно и мутновато он не такой четкий и сфокусированный как хотелось бы образы инструментов рисуется также довольно странно и размытое не совсем точно немного теряются в особенно нагруженной музыки ну и как мы видим исходя из графика у наушников имеется такой подчеркнутый акцент ближе к один и двум килогерцам но он не берет на себя много внимания не сыпет себе лентами в лицо за счет него так неплохо подчеркнуты барабаны и выдвинут вокал но теперь поговорим о высоких частотах в этих наушниках немного напоминают они по своей проработке и акцентом аудио сенс и кью 0 и кью 4 на графике также имеется такая кривизна вот эти ямки подъемы спады только вич про высокие частоты звучат чуть понасыщеннее и энергичнее и не такие темные как бы кью 4 и как бы стараются создать больше такую мягкую подачу без излишнего блеска на тарелках и меньшего фокуса на них но при этом их не так много как хотелось бы получить из-за вот этих ям которые мы видим на графике воздуха в этой области довольно немного и разрешение остается довольно средним но хвосты и послезвучие не самые слышимые и в целом эти наушники не позиционируются и не звучат как какие-то аудиофильские наушники где имеется уход микро и макро детали это стоит иметь ввиду но что касаемо стерео панорамы и сцены то в наушниках вич про имеется довольно неплохая проработка сцены в ширину но наушники скорее больше уходят в глубину стараясь так скажем укутать вас звучание охватить вокальной частью но вывод по данной модели наушников у меня получился таков вич про на мой взгляд были настроены на такую большим молодежную казалось бы хайповую настройку побольше баса утопленная серединка и немного выдвинутые высокие частоты но я друзья всегда с вами честен и говорю как есть у меня эти наушники не вызвали какого-то вау-эффекта так как для меня звучание местами ощущается довольно странным и не самым правильным подойдут они больше для таких не тяжелых и не перегруженных жанров легкая танцевальная хип-хоп ну и некоторая электронная музыка а учитывая сейчас стоимость этих наушников то я могу сказать точно можно найти без проблем более другие интересные модели у конкурентов например из моих предыдущих обзоров некоторые модели там сильно дешевле этих и мне особенно стоит выделить следующую новинку о которой мы поговорим в следующем обзоре но ссылка на покупку этих наушников находится в описании в закрепленном комментарии под видео подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки спасибо всем за просмотр всем удачи и пока